Руслан Пшиченко, Международная Ассоциация Особенных Семей. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо, братья. Спасибо, Алексей Васильевич, Сергей Юрьевич. Меня зовут Руслан Пшиченко. Я отец ребенка, который ушел к Господу почти в 16 лет. Уже три года назад я женат и уже 20 лет. Моему сыну было бы сегодня 19 лет. Вот. И мы несем служение людям с особыми нуждами или в русском языке мы называем людям с инвалидностью. Прошу, пожалуйста, включить ролик и потом я больше скажу. Видеоролик. Полностью глухой ребенок. Ему, ну, шансов никаких. Настолько обида у меня была к Богу, что за что, почему? Смучительная такая боль. Все равно просто не хотел думать, она внутри все-таки где-то откладывалась. И когда мне сказали, что у тебя такой ребенок, я говорю, как они вообще могут мне такое говорить? Я верующая христианка. У кого-то это может быть, но не у меня. У него тяжелый диагноз, что практически врачи говорили, что он будет лежать. Вот, что он не будет даже, ну, вообще не способен ни к чему будет. И у него процесс был, когда он должен был принять себя, что он другой. Этот мальчик всегда показывает путь правильный, ценности правильные. Это первый сын, мы молодые родители. Мы входим в эту жизнь с радостью, с энергией, с ожиданием, знаете, с ожиданием увидеть радость жизни. И вдруг мы со всей скоростью ударяемся в бетонную стенку. Наш ребенок не разговаривает. Сдавал какие-то звуки и подходили ко мне и просили, пожалуйста, выйдите в коридор. То есть, если тебя уже выставили в коридор, то что тебе делать в церкви, если ты уже в коридоре? Тот факт, что я оглохла, было для меня очень тяжело. И в конце концов я услышала голос Бога, Он сказал, я избрал тебя, чтобы ты была глухая. Я думала, почему? Почему Бог избрал меня, чтобы я была глухая? Я этого не понимала. Это не потому, что родители мои согрешили или я согрешила, но потому, что Бог хотел показать себя через меня. Христос, когда показывает инвалида, которому он говорит, что он для того, чтобы явить славу Божию, я всегда над этим замыкаюсь, буквально размышляя, пытаюсь представить вот в образе такого человека с ограниченными возможностями славу Божию. Не крик, не подвиг, не могущество, не власть, да, а именно немощь. Слава Божия. Воспитывать такого ребенка я просто очень счастливый человек, что мне Господь его доверил. Потому что именно я, пройдя этот путь, понимаю, что я призвана теперь служить другим и другим семьям, которые только столкнувшись, думают, что для них это проклятие, но моя задача показать им какое-то благословение, на самом деле, воспитывать такого ребенка. Депрессия, друзья, это не о нас. Недоверие Богу, обида на Бога, это не о нас. Бог делает все правильно. Если он доверил вам такое дитя, вы особые люди. И все. К сожалению, в советское время инвалид приравнивался к получеловеку, или вообще на которого не стоит обращать внимания. Это вообще что-то такое, какой-то нонсенс в обществе. Не только не обращали внимания, а вообще это был человек как минимум второго сорта. Эту парадигму надо поменять и в сознании людей в нашей стране, и в сердцах верующих в том числе. Потому что Бог нам заповедовал любить людей, независимо от их возможностей, статуса, специального положения, чего бы ты любил. Я вижу толпы народа, толпы народа, стадион забит, где родители семей инвалидов молятся за нормальных людей. Включите, пожалуйста, слайд-шоу, проект. Я хотел, дорогие, просто обратиться к вам сегодня. У нас здесь около пяти тысяч. Сколько мы видим людей с инвалидностью здесь? Вы знаете, я сейчас хочу вам дать короткую статистику, в течение пару минут закончить. Мы не говорим просто о служении людям с инвалидностью, как о равных правах. Сегодня много людей добились равных прав. Чернокожие, женщины и так дальше. Мы не везде видим в этом позитив. Мы сегодня говорим совершенно о другой статистике. Люди с особыми нуждами, их родители 24 часа в сутки ухаживают за своими детьми 7 дней в неделю, 365 дней в году. Когда я услышал статистику Джани Эриксон Тада, это организация Джани и друзья, которая женщина, организатор этой миссии, уже 35 лет сидит на инвалидной коляске, это международная миссия, она сказала, сегодня на планете Земля 7 миллиардов людей. Из них 1 миллиард инвалидов. Я не мог в это поверить. Это официальная статистика. Из этого 1 миллиарда 80% инвалидов находятся в странах третьего мира и 20% в развивающихся странах. Вы знаете, что самое удивительное, в России находится около 15% людей с инвалидностью. Я прилетел к вам из-за океана, у нас находится 19% людей с инвалидностью. Из них, видите, 14% до 2021 года и 12% людей, которые не могут ухаживать сами за собой. На самом деле, только 10% людей с инвалидностью, они рождаются такими. То есть 90%, а 10% становятся такими. Вы знаете, я хотел просто показать, насколько стремительно сегодня растет инвалидность на Земле. К 20-му году в Соединенных Штатах Америки будет около 25% населения людей с инвалидностью. Я сегодня хочу показать вам другую картину. Буквально недавно, в течение 15-20 лет, изменилась очень сильно много статистика детей с даун-синдромом. Детей называют их манголоиды, да, или называют их солнечные дети. Раньше из 1200 человек один ребенок рождался. Сейчас из 691 ребенка рождается каждый ребенок с даун-синдромом. Из, раньше было больше 500 детей с церебральным параличом, один человек рождался. Сейчас 323. Буквально 10 лет назад, из 150 детей рождалось один ребенок с аутизмом. Сегодня с 8-ми, 80-ти. Знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что инвалидность, так как мы рассматривали раньше, что это наказание, проклятие и так дальше, не всегда является этим делом, потому что сегодня инвалидностью стало грехопадение человечества. Бог дал нам землю управлять этой землей, и человек сегодня так доуправлялся, что из-за экологии, разврата земли сегодня рождается больше и больше людей. Теперь мое обращение к тром группам людей сейчас, которые находятся здесь. Первое я хочу сказать людям, которые имеют детей с инвалидностью, люди, которые являются человеком с инвалидностью. Мой сын ушел к Господу, моя жизнь изменилась, у меня третий брат, он человек с инвалидностью. Вы знаете, что я хочу сказать? Для того, чтобы случилось чудо над человеком, необходим тот человек, на котором случится это чудо, Евангелие от Иоанна, 9 глава, 1 стих, нужен был тот реальный и слепой, его родители, его семья. Поэтому я хочу вам сказать, не обязательно это является так. Вторая группа людей, вы церковь. Дорогие, послушайте, Библия говорит о том, что 1 Коринфянам 12, 26 страдает, один член страдает, все члены. Дорогие, мы должны понять, что мы должны работать для того, чтобы чувствовать этих людей. И последнее обращение мое, это к церкви и к лидерам церкви. Совершенно разного уровня лидерам церкви. Когда мы придем на небо, Иисус поставит нас по правую и по левую сторону. И вы знаете, Он поставит нас по делам нашим, очень простым, что мы, как мы накормили, напоили, сделали вот одному из малых сих. И поэтому, заканчивая следующее, хочу сказать. Все мы помним Евангелие от Луки, 14 главу. Это очень интересное место, где царь послал на брачный пир людей. И там говорится о том, чтобы Он послал, чтобы все пришли. И многие отказались по разным причинам. Картина 21 века. Но потом Он говорит, пойдите по изгородям, по дорогам, по селениям, найдите кого? Слепых, хромых, глухих, слепых. Приведите их ко Мне такими, какие они есть. И последнее говорится, второй параграф. Пойдите и убедите этих людей прийти в мой брачный пир. Знаете, о чем это говорит? Это место сейчас реально исполняется по всей земле. Никогда в истории не было, сколько людей с инвалидностью. Это единственная группа людей на планете Земля, которая еще не достигнута церковью. Я здесь только для того, может, я со многими вами уже не увижусь. Может, границы как-то закроются. Может, еще что-то произойдет. Я верю, что буквально здесь Бог говорит прямо сейчас к вам. Среди вас есть те люди, которые начнут служение людям с инвалидностью, которых вы будете привлекать. И я хочу вам последнее сказать. У нас есть пять шагов отношения к этим людям. Первый шаг – это невежество. Мы просто не хотим знать этих людей. Мы не знаем, кто они, мы не интересуемся. Второе – это жалость. Мы просто… Нам жалко этих людей, но ничего больше. Третье – мы проявляем заботу к этим людям. Мы начинаем что-то делать для них. И мы начинаем изменяться. Четвертый шаг – это когда мы начинаем дружить с этими людьми. Мы начинаем сразу понимать, как наша жизнь обогащается их опытом от того, как они проходят страдания. И последний – это соработник. Многие из этих людей призваны Богом быть соработниками в Царстве Божьем. Поэтому я хотел бы закончить следующими словами. Дорогие, на самом деле, Бог призывает нас к очень важному служению – служить этим людям. Я буквально привез очень много дисков здесь. Включите, пожалуйста, последний слайд, где у нас показана наша информация. Сейчас, после этого служения, я буду стоять там возле галереи служений. Вы можете подойти к нашему служению, называется «Проект Иисус и Гектор». Почему так? Потому что Бог в своей воле, в 138-м псалме, родил этого мальчика. Он всего лишь одна история из многих миллионов. Он пришел на эту землю, дал мне, как нам, как родителям, прочувствовать эту боль. И теперь через него делать свой проект другим. Ваши дети с инвалидностью – это проекты личные самого Господа Иисуса Христа. Поэтому у нас здесь много передач, окей? Вы можете найти на YouTube проект «Иисус и Гектор» сотни передач, сотни интервью пасторов, служителей с разных конфессий, с разных стран. Так что можете взять карточку, нашу информацию о нашем служении. И так что можете подойти, взять шаги, как служить этим людям. Буквально завтра с 15.30 до 14.30 у нас будет с 15.30 до 16.30. Где это будет? Это здесь будет, в этой палатке, да? У нас будет семинар, мастер-класс. Завтра, завтра еще раз. Спасибо, благословения.